Тедди Бир Пикник Массакр Тедди Бир Пикник Массакр Тедди Бир Пикник Массакр Странно, во! Как ни странно, дробовик, ну, совершеннейшим образом бесполезен. То есть, вплоть до того, что у меня возникает впечатление, что самый первый пистолет более эффективен, нежели вот этот вот дробовик. На нас идут разного рода плюшевые медвежатки. Вот эти вот пытаются нас забагетить, другие пытаются закорзинить, загранатить. Вот этот вот вот только что попытался меня замороженить. И, в общем, у него на самом деле получилось, кстати, опасные ребята, маленькие, быстрые, прыгучие. Вот эти вот с гранатками тоже, у них чуть-чуть-чуть побольше здоровья, но вот этого им иногда хватает для того, чтобы бросить свою гранату, которая, в принципе, я не знаю, могли бы сделать какую-нибудь баночку с чем-то вместо гранаты, но, в общем, она похожа на плазмогранату. А, ну еще, конечно, вот эти вот феечки на джетпаках, которые бросаются горшочками с медом, тоже, знаете ли, жизнь портят. Можно ли их сбить? Я не знаю. Я, честно говоря, пытался, но дело в том, что наш медведь подпрыгивает, ну, примерно ровно настолько, чтобы сделать хедшот, который, в общем-то, здесь делать совершенно не обязательно, поэтому... Как сбить феечку, я не знаю, потому что целиться можно только вправо и влево. Вот. Вверх? Возможно, я не нашел, быть может, вы окажетесь хитрее и прозорливее, нежели я, потому что я лично в эту игру поиграл весьма и весьма немного. Вот, ну, смотрите, дробовик. В чем его прикол? Я вообще не понимаю. Он не бьет толпу, он бьет все равно по одному этих медведей, и поэтому при его никакущей скорости вообще атаки, этого дробовика, он становится практически бесполезным орудием изничтожения медвежа... Да что ж такое? Он уже который горшок поймал своей репой-то? На самом деле, я здесь на текущий момент ни разу не... О, паньки, это что-то новенькое. И это что-то новенькое меня только что отлупцевало садовой мебелью. Вот. Ну, собственно, на левелап все очень просто. То, о чем я говорил о прогрессе. Либо количество патронов в обойме можно увеличить, потому что у пистолета как раз обойма бесконечная, а вот у всего остального обойма заканчивается со временем. Соответственно, можно либо количество патронов в обойме увеличить, но это будет увеличен модификатор, либо дэмэдж... Можно покачать дэмэдж. Я первые левелов, там, не знаю, 7 качал дэмэдж, потом понял, что на самом деле это практически бесполезно. Я сейчас объясню почему. Сейчас качаю здоровье. Здоровье сразу видно, то есть там плюс 12 хитпоинтов на каждый вот такой вот потраченный поинт с левелапа. А вот с повреждением модификатор увеличивается всего лишь на 2%. Ну, на 0.2. Точнее, не-не-не. На 0.02, то есть на 0.02 увеличивается модификатор, при том, что он сам по себе на каждый левелап растет на 0.04. Поэтому, ну, не знаю, качать повреждения? Может быть. Я решил, что, наверное, все-таки качать здоровье будет эффективней. А потом, развиваясь постепенно, вы получаете перки, и два из них можно активировать в любой момент. У меня уже сейчас 4, собственно, доступны. Два из них активированы. Один из перков, который мне сейчас доступен, это перк, который дает мне возможность единожды воскреснуть. Но я, что, его как-то не беру. О! Наконец-то! Подождите, Илья не помню. Илья в прошлый забег тоже вот этих вот багетных ребят уничтожал с одного удара. На самом деле, это довольно удобно, потому что, когда вообще, в принципе, игра начинается, то даже вот эти вот красненькие, самые простейшие ребята, они уничтожаются не с одного выстрела. И поэтому, как только какой-то вообще из врагов переходит в разряд тех, кого можно уничтожить одним попаданием, ну, понятное дело, что снайперка, она, в общем, в принципе, большинство врагов уничтожает с одного попадания. В общем, если враг становится настолько слаб, что гибнет от одного патрона, то это значительным образом жизнь облегчает. Но как можно назвать злобным моего медведя, если вот он, он, в общем, сосредоточен, и очевидно, на фоне горы Рашмор уничтожает борцов с демократией, собственно, а сам борется за демократию, ну или что-то в этом духе. Это ж явно видно, вот те феечки, которые летают по воздуху и кидаются горшочками с медом, они очень злые, посмотрите. Это очевидным образом намекает мне на то, что я-то на самом деле добрый. Почему они не бросаются, например, там, банками с ореховой пастой, я не знаю, это бы смотрелось аутентично, нет у них какие-то плазмогранаты. Хотя, может, это и есть банки с ореховой пастой? Они просто выглядят как плазмогранаты, потому что взрываются-то они каким-то коричневым всплеском, так что вполне можно предположить, что это ореховая паста. Ну, даже, я бы сказал, хочется предположить, что это именно ореховая паста, а не что-нибудь иное, чем могут еще бросаться у меня животные. Хотя это не мартышки, так что, ладно, ну, не важно. Так, вот эта вот МП-шка, МП-шка, хорошая вещь, реально, смотрите, как они штабелями укладываются, все эти. Но мне нравится М-ка, почему? Во-первых, потому что она мощная, реально. Во-вторых, потому что он ее держит от плеча, как калашников. Подождите, отход от плеча, от... от предп... Ну, в общем, как калашников держит ее так низко, низко так держит. И я сразу начинаю думать, что он стреляет по коленкам. Мне от этого становится приятней. Дайте мне М-ку уже. Я думаю, что вот этот вот заход сделаю. Опять тот гаргант с садовой мебелью меня отлупцует, собственно, этой самой садовой мебелью. И я благополучно успока... Там был подарочек, там был подарочек, подарочек, и сейчас... Окей. Берем. Блин, опять снайперка. Нет, снайперка неплохо, но... Сейчас уже для меня не очень, потому что... Ну да, она бьет с одного удара. Ай, опять горшок. Тихо, тихо. Я должен убить хотя бы одного. Давай. Есть, контакт еще, емку дали. Найс. Блин, ну ты... Со своими рывками. У меня сейчас один из перков дает мне регенерацию, поэтому у меня даже есть шанс довольно долго прожить, если бы мне дробовичок не дали. Бесполезная вещь. Смотрите, всего одного врага бьет. Ну... Ну... Сущий абсурд. А, черт. Я думал, выстою. Фух. Ну, тем не менее, левелапнулись. Как я и сказал, повышают здоровье. Интересно, курсор я убирал, не убирал. А, чуть-чуть до левелапа не хватило. Ну что ж, друзья мои. Это была игра Teddy Bear Picnic Massacre. И вы обнаружите ссылку на ее страницу, на которой сразу же сможете поиграть в описании, к данному видеоролику. Спасибо большое вам за внимание. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин